В два раза снижены объемы ремонта магистральных теплосетей. Этим летом энергетики восстановят всего 8 километров трассы. На подготовку инженерных коммуникаций военное ведомство в этом году вообще не предусмотрело средств. На коллегии мэр Александр Соколов дал поручение подготовить обращение к руководству РАО «ЕС-Россия», а также к министру обороны страны с требованием увеличить объемы ремонтных работ. Легче не станет. Будет только сложнее справляться, в том числе с заданиями в условиях дефицита средств. Это я уже и к руководителям обращаюсь, и ко всем. Энергетики еще четыре года назад в Хабаровске восстанавливали около 20 километров магистральных сетей. В последние два года ремонтируются всего 8 километров. Похожая ситуация и с внутриквартальными инженерными коммуникациями. То, что заложено в тарифе, будет около 8 километров. Плюс мэрам города принято решение выделить около 30 миллионов на то, чтобы увеличить объем работы. Это еще где-то 2-3 километра, которые мы можем подселить. Для того, чтобы больше заменить старых труб на новые, энергетикам не хватает средств. Долги хабаровчан за потребление тепла и горячей воды в этом отопительном сезоне зашкаливают за полтора миллиарда рублей. Неплатежи населения мешают и коммунальщикам качественно подготовить дома к зиме. Крайгаз мы должны, тепловые сети, горводоканал мы должны. Все мы рассчитались, чтобы мы могли еще лучше, хорошо подготовиться к отопительному сезону. У нас еще некоторые дома остались, еще под дезинеремонт не сделаны. Вот отсутствие денежных средств, они можем отремонтировать дома, как положено. У нас очень много сейчас кровли текут, надо кровли отремонтировать. В Южном районе уже готовятся документы на выселение злостных неплатильщиков. Отопительный сезон в Хабаровске завершится в первых числах мая. После прекращения подачи тепла, коммунальщики и ресурсоснабжающие компании начнут готовить дома инженерной сети к следующей зиме. Татьяна Тукарь, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения. Около 6 тысяч детей к началу учебного года пойдут в муниципальные детские сады. За последние несколько лет для Хабаровска это рекордное количество. 650 дополнительных мест будет предоставлено в новых садах, которые строители сдадут в конце лета. Это микрорайон-строитель, Волочаевский городок и микрорайон Южного парка. В центре города потребность в дошкольных учреждениях высокая. Для решения проблемы на условиях софинансирования и дополнительных льгот в конце мая откроются два частных детских сада. Через несколько недель специалисты управления образования начнут комплектовать ясельные и младшие группы. Первыми путевки получат дети льготной категории. Дети сотрудников из группы риска, дети погибших. Из первоочередников это многодетные семьи, опекаемые, дети инвалиды. В Хабаровске 83 муниципальных дошкольных учреждения и 13 негосударственных. Частные детские сады посещают примерно 2000 человек. В 12 раз больше муниципальные. По санитарным нормам на одного ребенка ясельной группы положено 2,5 квадратных метра. В дошкольной группе 2 квадрата на человека. Сегодня в Хабаровске дети от 3 лет обеспечены местами в детских садах. Комплектование групп к новому учебному году в учреждениях дошкольного образования начнется в начале лета. Мариана Гейт, Дмитрий Еремин, Хабаровская студия телевидения. Холодный асфальт поможет сохранить городские дороги в весеннюю распутицу. В рамках пилотного проекта аварийно-спасательные работы проходят на улице Широнова, Восточном шоссе, а также Уссурийском бульваре. Новая технология, как заявил мэр Александр Соколов, уже хорошо зарекомендовала себя в разных регионах страны. Холодный мелкозернистый асфальт, он не подвергается слежимости. Он был изготовлен осенью прошлого года. Новую технологию дорожникам рекомендовали ученые Тихоокеанского института. Она может применяться даже при минус 30 градусах. Бригада рабочих из трех человек, вооруженные вибротрамбовкой, компрессором, заравнивают ямы пробоины на проезжей части. Универсальность времени применения вот этого материала. Универсальность. Это применение не зависит от температуры воздуха. То есть его можно использовать в отрицательных температурах. Вот сейчас как раз вода и мороз дороги губят. Вот в эту яму, попадая вода, попадая под асфальт, превращается в лед и разламывает асфальт. Задача не пустить воду в асфальт. Холодный асфальт по прочности уступает горячему, однако и у него есть свои преимущества. Он дешевле в применении и локально позволяет сохранить дороги от разрушений. Новые технологии мы должны менять в жизни и в работе. Надеемся, что этот эксперимент будет удачным. Еще раз скажу, что можете контролировать, как это все происходит. С наступлением устойчивых положительных температур в Хабаровске начнется ямочный ремонт. В этом году на эти цели с городской казны выделено 85 миллионов рублей. В прошлом году эта сумма была увеличена вдвое для того, чтобы все дороги привести в надлежащее состояние. Татьяна Тугарь, Дмитрий Еремин, Хабаровская студия телевидения. В тепличном комплексе на территории парка «Авангард» активно проходит сбор урожая. Ежедневно до 5000 килограммов экологически чистых овощей отправляется в магазины города. Аграрии к началу летнего сезона планируют собрать более 300 тонн огурцов, выращенных по японской технологии. Мы выращиваем два сорта огурцов – мева длинные и кибрия, короткие и хрустящие. Если сравнивать наш урожай с японским, в Японии сбор урожая чуть поменьше будет, так как у нас концентрируется не на количестве, а на вкусе. Набирают силу растения без почвы. В теплицах предусмотрен круглосуточный полив. В солнечные дни с подвесных грядок агрономы огурцов снимают в два раза больше. Каждую партию овощей специалисты проверяют на безопасность. Нитраты, пестициды и токсичные элементы. Продукция отвозится в лабораторию на исследование, и анализы подтверждают это, что все в норме, все в порядке. На соседних подвесных грядках наливаются томаты. Для того, чтобы повысить урожайность, агрономы закупили улики. Шмели опыляют томаты, и у них сейчас 5-8 уликов на гектаре. В каждом улике больше 100 шмелей. Ежедневно с грядок авангарда до 5 тонн овощей попадает на прилавки города. Приобрести экологически чистый продукт можно не только в магазинах, но и в павильонах на территории тепличного комплекса и центрального рынка. Анастасия Пиццион, Артур Гец, Хабаровская студия телевидения. Мусульмане готовятся к встрече Навруза. Праздник весеннего равноденствия отметят в Краевом дворце Дружбы Русь. Последние репетиции перед предстоящим торжеством. Впервые мероприятие будет таким масштабным. Навруз – новый день нового года. В разных странах он отмечается по-разному, со своим национальным колоритом. Но все равно есть общая черта. То есть встреча нового года в новой одежде за обильно накрытым столом. С какими разносолами принято встречать Навруз, можно будет узнать, посетив перед большим праздничным концертом импровизированную гостиную. В фойе Дворца Дружбы представители диаспор уставят столами с национальными явствами. Матч когда делаете, встаете как будто кто-то на коне, точку посередине. Вот эти молодые люди – студенты Хабаровского педуниверситета – ожидают своего выхода за кулисами. Кыргызы приготовили танцевальное папури – караджурго или черный табун в переводе на русский – национальный танец народности. Лошадь – наш самый друг этот лошадь. Мы на нем воевали, они всегда нас спасали. Ну, короче, техника кыргызов – это был лошадь. В праздники примут участие четыре национальности – кыргызы, азербайджанцы, таджики и узбеки. Кроме выступлений творческих коллективов, на торжестве наградят участников спортивных турниров – представителей национальных объединений. Благодаря подобным мероприятиям жители Хабаровского края смогут узнать, как проводят праздники представители разных национальностей. Эта инициатива принадлежит Ассамблее народов Хабаровского края, ну а правительство, естественно, подобные инициативы поддерживает. Торжественное открытие праздничного мероприятия состоится в 17 часов воскресенье 20 марта. На час раньше начнет работать выставка национальных блюд и изделий декоративно-прикладного искусства. Анастасия Корничук, Алексей Игнатьев, Хабаровская судья телевидения.